ну что покатались немножко не стала я снимать пока видео пока катались сейчас пойдем гулять и поснимаю конечно ну что едем обратно вот по этой же аллее дом смотрит на нас прямо в конце туннеля этот дом хозяйка уже винсенту написала что видела что вы подъезжали он написал что мы думали что рано она говорит нет нет приезжайте говорит сейчас поэтому вот мы едем интересно что-то за замок такой винсент винсент you book like a castle or something yeah how much is per night it's just secret i can't tell you сколько за ночь стоит он секрет о look at this 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 винсент мне сказал open up for me please 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 винсент мне сказал что везде вот эти вот птички гуляют сейчас скажут наташа ты что не знаешь как эти птички называются ну конечно не знаю откуда же мне павлинов знать конечно посмотрите какая красота то боже божечки мои еще замок да еще и с павлинами короче въехали давайте посмотрим о май гад о май гад о май гад о май гад я так поняла что никого в доме нет мы одни в доме погулять хоть ничего себе винсент здесь открыто а здесь калитках кованая значит слушайте я так балдею вообще вот вот от этого вот от этого просто красота чего тут еще ну-ка хоть посмотреть слушайте такое ощущение что знаете вот попадаешь в игру где ходишь там зайти что-то находишь вот такое ощущение что я в этой игре на из лук лайка game like when you walk and find сам ты видна что они что-то переделывает зимана о боже боже короче осознался 180 долларов стоит за ночь винзок показал мне на airbnb фотографии вам скину как выглядит на фотографиях на фотографиях выглядит немножко поприличнее так скажем вот ну посмотрим so do we have we open door here or where okay let's see do you this is not here maybe it's not here okay where i don't know did you send the instruction вот это да вот это мы заехали let's see может быть да вот private entrance parking ничего себе вот это святой августин вам если вы только в хилтон не заехали то ничего себе так у нас то вообще еще и краше еще и красивее ну-ка 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 сейчас мы посмотрим куда этому винсента код о так девочки и мальчики вот это за заехали мы старинную богадельню посмотрите ой that's very nice i like it мне нравится смотрите как смотрите какой диванчик симпатичный комодик холодильничек если надо вам если вам надо кофейку сделать но все старинное что за дом сколько ему лет припорочка чтобы нет не не выходили никуда здесь значит у нас душ свой туалет а там чего вот все странно мы хотели зайти там интересно какой там жалко что нам не зайти эту перепу что погуляла ну да ну вот пожалуйста хочу в принципе очень даже отлично здесь выходишь с машина у тебя стоит здесь у тебя картины здесь у тебя картина есть раковинка все ваша в общем-то вот с найс и ловит что здесь здесь можете повесить все взгляды наверх а какая люстра папа карла какой столик можно лежать смотреть телевизор вот так вот есть посидеть у меня я ведь я не взяла с собой стикер у меня до сих пор машине держу телефон руками холодильничек вот мы сядем тут посидим ой здесь смотрите что красивенько тоже всякие тарелочки ого да мама ого не знаю, истории какие-то здесь. When I bought this home in June 2015, я когда купила этот дом в 2015 году, этот дом был брошен, и он был продан просто банком. Мои родители были расстроены тем, что я вообще заинтересовалась этим домом. Была ужасная крыша, и она текла, и потолок просто падал. Бездомные люди жили в этом доме годами. В общем-то, и был так же, дом был поврежден огнем. Wow, it's very interesting story about that. Read it. Read it. Loudly. Oh, God. Do I have to? Yeah, I'm not going to translate. Okay, when I bought this home in June of 2015, it had sat abandoned in foreclosure for over four years. I'm going to translate. I'm going to translate. My parents were horrified that I was interested in buying it, and they had causes. No kidding, if it was abandoned. There was a terrific roof leak, so part of the ceiling had collapsed. Horrific, not terrific. Horrific. Yeah. And they also said here the homeless had been living in the house for years. Can you imagine a house like that? There was a fire damage in the back of the house Well, it I already перевела, по огонь. Due to ancient wiring. Wow, that's not good. You could nearly fall through the floor in different places due to the rot. Why did she buy a house like that? Why did she buy a house like that? Why did she buy a house like that? This sounds like the money pit. I'm going to translate what you read after that. It sounds like the money pit. If you've seen the money pit. The pipes were linked in, termites were actively eating the house, and there was dust was everywhere. Oh, короче говоря, очень много было пыли, как он говорит, все было съедено термитами, и что еще? What was that in the beginning? Before termites? Termites were actively eating the house, and there were dust. Before termites, what did you say? The pipes were linked. А, и короче, все трубы тоже протекали. Thick carpet was on the floor, and it was very nasty in here. Толстый, толстый карпет был на полу, и, ну, ковролин, и он, говорит, был очень мерзкий. And it was very difficult to see the potential. И очень было трудно видеть вообще потенциал какой-то в этом доме. I thought I had lost the house, when I first tried to buy it. Я думала, что... I was offered way more money than I did, so the realtor told me I was out of luck. Окей. Короче говоря, когда она дала предложение на покупку дома, она думала, что она его не выиграла, ну, не выиграла, потому что там еще два человека, значит, дали предложение, и даже дали больше денег, чем я, и риэлтор сказал, что, ну, мне не повезло. Well, it sounds like to me that that would be good luck. Говорит, я бы подумал, что, наоборот, мне повезло. Окей. Three months later, what do you say? Three months later, the same realtor called me back and asked if I could still, if I was still interested. Wow. Three месяца, потом, через три месяца, это тот же риэлтор позвонил и спросил, если я все еще заинтересована в этом доме. The amount of work that needed to be done had scared the other buyers away. Короче, проблемы, которые в этом доме, они напугали покупателей, и они отказались покупать его. Но я все еще была заинтересована его купить и починить. Ну, кое-что со мной произошло, некоторые вещи, которые дали мне понять, что это все-таки мой дом, который я должна купить. I certainly never thought I would own this house. I remember walking past it and amaring it, even in its neglected state. Usually people think I just work on it instead of actually owning it. And in some ways they are right. A real moment to be moment for me was when I was faced with getting a locked door open. It took an old skeleton key. Luckily, my mother, collector of all old stuff, had a huge bag of them. I decided I would try every key until I got the door open. So I sat down... What door? What door? The front door. They didn't have a key. And it was a skeleton key. Let me translate. Короче, передняя дверь она вообще как бы ну не открывалась и какой-то такие вот ключи, как скелеты, да, называются skeleton key. Она говорит, что мы дверь вообще не могли открыть. Хорошо, что моя мама, говорит, коллекционировала ключи и у нее был целый мешок ключей. И мы начали пробовать все ключи подряд. 200 ключей они попробовали. What? This is really weird. And the very first tree I tried to lock the door. Now that's weird. Короче, 200 ключей она взяла пробовать и первый ключ, который она попробовала, открыл дверь. That's kind of scary. Да? Говорит, это как страшно вообще. It was very astonishing and I took it as a sign that I was meant to be here. I think we're in Hotel California, baby. Yeah, I think so. В Hotel California, знаете, песня такая, в Hotel California, в которой сделаешь check-in, но check-out уже не сделаешь. It says here, restoring this house has been a long, hard road. More than one carpenter, general contractor suggested tearing it down. I see myself as a steward to this house and destroying it was never an option for me. Okay, wait, wait. Короче, говоря, кого она бы не нанимала, каких бы ковролинов не нанимала, там полы, которые чинят, или там контракторы какие-то. Все мне советовали просто сломать этот дом. Все. они сказали, что будет намного дешевле просто его сломать и построить новый. Короче, наняла какого-то контрактора очень хорошего, и он сказал, что нет, он отказался, короче, и она пишет, что мне пришлось самой быть контрактором и все это делать дизайн, и все делать самой. Все, что вы видите сейчас, это, говорит, огромная работа любви к этому дому. Все делала сама, только иногда мне помогали друзья. все, все я делала сама, все, все красила, все стены, делала, значит, песком, там, что-то все, значит, обрабатывала, все делала сама, короче. I hope you like it here. This is a special house with an amazing history. I am proud to be a part of serving it. Короче говоря, желаю вам приятного пребывания здесь. Говорит, что я не помню, что она там еще написала, но приятно вам. О, да, смотрите, вот смотрите, вот до крыши вот такая, да, и это после. What else? What pictures? What else you had? That's in the back, I guess. Угу. Видите, сзади дома, здесь, сзади дома. Ну, видимо, еще дорабатывает. Google Earth. Так. Интересно, вот такой дом попасть, история. Видите, такие вот заборы, и тут все в цветах. о, о, бог, вот это. Вот это. Какое шибат есть ? шибат. need a look. I can look. Я могу поискать, где она, даже, сколько она купила. Да, это она на боку, там. Может быть. Да. Да, там она. Она молодая. Это много работы. Она делала всю демолизацию herself. Это означает, что она заканчивала все это. Вау! Посмотрите, девчонка. Это все внутри. Это все внутри. Вау! Демолизацию. Клэгин. И все, короче, она отрывала, обрывала. Все сама, видите, заполняла. Ого! Вы знаете, такой дом купить? Блин, это много работы для одного маленького девчонки. Это невероятно. Ну, смотрите. Бросавцы теперь какие. Мы только что здесь с вами были. Но она, видимо, еще что-то там переделывает. О! Даже павлины-мавлины здесь, да? Ну, Wanderlust still something here, like. Так. Ничего себе. Ну, вообще, мне Винсон показал на этом Airbnb. Там такие отзывы шикарные. Говорят, что мы еще, мы еще и еще бы остановились в этом году. Покиньте. Тут написано, куда можно пойти. Офигеть. Офигеть. Ну что, сейчас мы с вами поедем. Значит, погуляем. Сходим в какой-нибудь ресторан. I really like it. After what I read. После того, как я прочитала, что она сделала, я полюбила этот дом еще больше. Представляете, как девчонка. Вообще, потолочки, все такое беленькое, чистенькое. Ну, в Святой Августин приезжать надо обязательно останавливаться в таких домах. Есть такие еще, знаете, отели, называется Bed and Breakfast. Они тоже сделаны в старых домах. Такое ощущение, что вы спите с привидениями. Это, в принципе, настроение именно Святого Августина. Поэтому это очень классно. А мы вот в таком доме. Конечно, здесь есть и отели. Там Хилтон и все такое. Но вот Винсент знает, что мне все это нравится. Поэтому... You knew that I like that. Not hotel, yeah? Потому что Винсент у меня вообще душа отельная. Он любит отели. Он не любит приключения. А я люблю все эти приключения. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите. Вообще. I think it's very romantic. That's why I got it. It's very romantic. Very nice. Поэтому я и взял. Посмотрела. Вы знаете за сколько она его купила в 15-м году? How much you think she bought this for? About 300,000. Винсент говорит, 300,000. Я вообще думала, может, тысяч за 50,000 она купила. Она купила за 265,000. 265,000. Well, I was close. I thought it's like 50,000 or something. Baby, that house was totally bad. That was totally bad. But still, you got... You're right down... You're in St. Augustine. You're in St. Augustine. How much you think it's worth right now? Probably close to a million. I would say about 800,000. Винсент говорит, наверное, сейчас 800,000 или миллиона за дом стоит. Представляете? Сейчас я посмотрю еще какого года это дом и напишу на экране, конечно. Я просто в шоке, конечно. Я вообще читала, думала, ну купила там по дешевке. 265,000 за дом, который ей говорили сломать дешевле. Это вообще... That's crazy. That girl is really, really, really tough cookie. Девочка просто сильная, я так вам скажу. Не каждый бы решился на такую покупку. No. Not everybody would buy this for that money. No. You have to know what you're doing to buy it. I mean... That's crazy. She had to do all the destruction herself. Tear everything apart. Я в шоке просто. Господи, я думала, что... Думала, стол-то в пыли, а оказывается клеенка. Я смотрю, играю в глаза, думаю, господи, неужели пыль не могли вытеть? Вот так, потому что... А тут клееночка просто. Ой, ну это вообще, конечно. I am really surprised. Even for that story, it was worth it. Даже за этой историей стоило в этот дом заехать. Да, вообще, офигеть.